Теперь рассмотрим loss-функцию, которая будет иметь следующий вид. Исходная loss-функция плюс коэффициент регуляризации умножить на сумму модулей, подбираемых параметров модели. Исходная loss-функция будет иметь опять те же линии уровня. Однако регуляризация в этом случае будет иметь уже несколько другие линии уровня. Эти линии уровня будут в виде ромбов. Сделаем то же самое. Возьмем некоторую линию уровня loss-функции регуляризации и приложим к исходной функции потерь. Мы выбираем такую линию уровня регуляризации, чтобы у нее была всего одна точка соприкосновения с исходной функцией потерь. Итак, вот линия уровня, которая нас интересует. Где будет находиться минимальное значение общей функции L плюс регуляризация? Вот в этом случае, при условии, что коэффициент регуляризации лямбда достаточно небольшой. Но минимум будет находиться вот в этой точке. А что в этой точке такого интересного? В этой точке интересно то, что параметр α1 равен 0, а α2 не равен 0. Пользуясь вот такими рассуждениями, можно прийти к выводу, что LASA регуляризация приводит к отбору, к прореживанию модели. То есть LASA регуляризация зануляет некоторые параметры модели.